Я желаю нашему санаторию процветания. Любите санаторий, вкладывайте в него. Софья Дегтярева 40 лет проработала воспитателем, а сегодня она негласный летописец голубой волны. Хорошо помнит, как в 60-е и 70-е годы прошлого столетия в санаторий привозили детей с церебральным параличом и полиэмилитом. В послевоенное время именно эти заболевания носили массовый характер. Софья Леонидовна рассказывает, как в буквальном смысле приходилось носить больных на руках, и как искренне радовался персонал, когда лечение приносило результат. Они у нас были на ходунках, на аппаратах, их надо было кормить. Специальные были ортопедические громадные кровати, это была специальная укладка. Мы возили их за территорию санатория на пляж, снимали эти тутара, снимали аппараты, всех их затаскивали в море, купали, опять садили в машину и привозили, и весь санаторий ездил. Мунира Велиевна приняла образы правления детским оздоровительным учреждениям в далеком 79-м. Главный врач проявила характер, когда наверху приняли решение перепрофилировать санаторий. Тогда ей удалось сохранить самое ценное – лучшие кадры. Позже, по словам Муниры Решетовой, именно человеческий фактор позволил выжить в перестроечное время. Голубая волна не прекратила работу ни на один день и осталась детским государственным учреждением. Котельная не могла работать в полную силу. Доходило до того, что мы занавешивали окна одеялами, было холодно. Все было, все пережили. В постперестроечное время уже под руководством Романа Нарушевича удалось укрепить материально-техническую составляющую, закупить современное оборудование. Ставку санаторий делает на развитие лечебной базы. И все же, главное во все времена – это люди. Здоровый образ жизни, искры в глазах, это желание работать. Работать с детьми – это работа такая, что это не гвозди забивать, не ходить на завод, а намного ответственнее, сложнее, по мне даже интереснее. Поэтому человек должен быть сам в душе ребенком. Сегодня голубая волна – это прежде всего уникальная лечебная база. Одна из немногих детских здравниц в Анапе, где имеют возможность круглогодично поправлять свое здоровье дети Краснодарского края. Основной медицинский профиль санатория – лечение органов дыхания и пищеварения. Однако здесь намерены уже в ближайшее время значительно расширить перечень. Власта Царева Роман Меркалиев, Руслан Душевский, Анапа. Регион.